Добрый вечер! Я диспетчер. Чемпионат мира. Все, что мы любим, будет прямо сейчас, ну не то, что начинаться, а вот разгораться немедленно, стремительно с первых минут. Все самые недостойные уже поехали домой, все самые достойные остались на чемпионате. Да, в восьмерке сильнейших быть это хорошо. Да, мы очень сильно переживали за сборную России и надеялись на лучшее. Но, факт остается фактом. Сегодняшний потолок сборной России это топ-8 мирового гонбола. Надежда Константиновна немедленно негодует, пока только глазами, надеюсь, дополнит это и голосом. Ну а наш тандем будет продолжать, надеюсь, не сильно мешать вам разбираться в хитросплетениях лучших женских гонбольных сборных. Чемпионат мира в Испании. Город прекрасный. Гранольерс. Красно-белая Дания. И, конечно же, Леблю. Синий. Француженки прямо сейчас. Будьте любезны. Муза отечественного ручного мяча Надежда Муравьева. Добрый вечер еще раз. Хочется вернуться еще раз к полуфинальным матчам. Команда Франции. У нее сложился более ровный, во всяком случае, показатель в игре по атаке. В этой игре сразу несколько гонболисток забили большое количество мячей. По 4 гола забили 3 игрока и 5 игроков по 3 гола. Все это говорит о том, что сборная Франции более ровно готова выступать именно в элементе нападения. Но про защиту мы уже сказали. Обе команды показывают хороший процент именно пропущенных мячей в этом показателе. Ну и еще, наверное, важно сказать, что линия вратарская у Дании. Самая сильная на чемпионате. Ну и, собственно, францужникам в этом плане придется решать вопрос с реализацией. Пока первая атака. И датчанки чуть не допустили потерю. Активно францужники играют. Ну и в центре были близки к перехвату. И французская стремительная атака. Эстель Земенко. Там что, дырка в сетке? Как она могла промахнуться? Вообще совершенно непонятно. Первая минута. Ну, как всегда, немножко разогреться и подумать о том, как наладить игру. Как перестать совершать подобные ошибки. Конечно, Эстель Земенко простила команду Дании. Ну и давайте о составах. Обязательно о составах. Оливье Крюмбольц. Вот он. Нормандский. Нет. Лотаринский лис. Перепутал провинции. Бывает. Итак, Мей Хейлунд. Номер 32-й. Играет в центре. Задней линии. Энн Метте Хансен. Номер 8-й. На левом полусреднем. И, конечно же, вот эта стремительная левая рука. Луиза Бургор. Номер 27-й. На правом полусреднем. Эстель Земенко. Ответная атака. За Ади. И снова счет. По-прежнему 0-0. Альтея Ребекка Рейнхард. Вум. Рыжая бестия. Сборная Дании. Едем дальше. Если возвращаться к первой атаке, я, если не ошибусь, скажу, Рейнхард первый мяч тоже зацепила. И поэтому уже два сейва на ее счету. И пока те прогнозы, о которых мы говорили, лучшая вратарская линия на чемпионате пока действует безупречно. Рейнхард два сейва. И датчанки переходят в атаку пока спокойно. Они ее начинают. Катрин Хейн далее в линии. И высоко 5-1. Играют сборная Франции. Да, остановлена атака команды Дании. Ну и мы видим Лору Флип. Она в центре эпизода. Ну а Катрин Хайндаль разыграла. 9-метровый свободный. Ну и, соответственно, едем дальше. Катрин Хайндаль, которая очень хороший турнир проводит, сегодня наверняка столкнется с серьезнейшим сопротивлением. Хотя бы потому, что ее распрекрасным образом по чемпионату России знают Грозади и, конечно же, Беатрис Эдвиж. И кто обороняется в центре у француженок? Именно этот дуэт из Ростов-Дона. А Катрин Хайндаль, как известно, представляет московский ЦСКА. Так, подняты руки арбитров. Их мы вам, кстати, еще не представили. А это хозяева. Испанцы. И вот, наконец, счет открыт только на четвертой минуте. Только на четвертой минуте забивает датская команда с правого края. Это Трине Остергорь-Йенсен. Алисия Тублан. А вот это бросок в лицо. В лицо просто прямиком. Альтеа Ребекка Рейнхарт прямо сейчас страдает на наших с вами глазах. Вы видели, куда попадает мяч. Но, как минимум, это нокдаун. Ну, а как максимум, еще немножко больно. Ну да, очень действительно сложный бросок. Тем более, не берусь, конечно, судить, на какой из них сложнее. Но когда сбоку попадает в лицо или от штанги, когда мяч прилетает после удара сзади в голову вратарям, насколько я слышал, общаясь со своими любимыми вратарями, эта позиция, конечно, всегда защищаема центральными защитниками. Говорят о том, что вот эти удары самые тяжелые. Посмотрим, сможет ли Рейнхарт, которая так хорошо вошла в игру, остаться на площадке. Но там еще есть Сандра Тофт, которая в предыдущем матче, вот она как раз на ваших экранах, показала процент отражения 40%. И незамедлительно встает она со скамейки. Конечно, Рейнхарт все-таки досталась очень сильно. А вы видели этот взгляд? Прожгла просто соперниц. Да, да. И прежде всего Алисию Тублан. Сандра Тофт, что она вытворяла в четвертьюнальном матче с командой Бразилии, ни в сказке сказать, ни пером описать. Граза Ади, Эстельн Заминко и Лора Флип. Это задняя линия французской сборной. Алисия Тублан и Полета Фопа. Пока в кадре. Кто на левом краю? Разберемся. Скорее всего, это капитан Королель Асурс. По крайней мере, так было всегда по турниру. Ну, если не концентрируешься, да, на последнем, в этом неприятном эпизоде, в принципе, Рейнхарт делал три мяча, которые пытались забить француженки, эти пока с нулем забитых мячей. Ну и опять-таки, если говорить о невысоком количестве забитых мячей, пока все к этому идет. Пятая минута, а пока у нас в матче только один гол. Значится на табло. Ну и, соответственно, семиметровый бросок Алисон Пино. Та самая Алисон, которая просто приговорила своими точными семиметровыми бросками сборную России в заключительном матче группового этапа. Вы видели, как она бросает? Вы видели этот бросок? Рикошет от перекладины. Совершенно недостижимая траектория для вратаря. Ну, кстати, вот тоже интересно, будет ли на этом концентрироваться тренер команды. Алисон Пино там, вот это, рядышком, 700 забитых мячей за сборную своей страны. 689 она пока к этому матчу, к его началу, но собирала, выступая за сборную. Все крупные победы, естественно, связаны и с ее именем тоже. Ну и она, являясь штатным пенальтистом, конечно, на этом чемпионате может дойти до этого границы. Понятно, что это не самое важное для игрока, важные победы. Здесь, кстати, тоже высоко выходят. Две минуты получают датчанки, уходят на скамейку запасных Анна Хансен. Ну и здесь вратарям еще больше придется проявить свои умения. А пока в меньшинстве сыграют датчанки. Да, у Дани остается один центральный защитник. Это Катрин Хайндаль. С левой руки от нее Лина Хаукстед. Гроза Ади, Лора Флип. И Полета Фопа. Пока вот эту замечательную молодую французскую линейную. Мы говорили о том, что у нее день рождения. Сразу после чемпионата мира вот, наверное, собирается преподнести себе подарок. Еще один трофейный подарок, ну или, по крайней мере, медальный ко дню рождения. Пока ее датчанки из игры выключили. Ну а здесь выпустила мяч из рук королель Асурс. Капитан сборной Франции. Новая атака датской сборной. Давайте посмотрим, будут ли перестановки. Итак, судя по всему, впервые выходит Кристина Йоргенсен. Да, и сразу она командует. Очень симпатичная, тоже молодая датская гонболистка, уже заявившая о себе на мировом уровне. Но вот таких прорывов, которые бы хотелось бы датским болельщикам от своей сборной увидеть, по-прежнему нет. Да, где-то там в восьмерке, в десятке сильнейших, да, нестабильно. Но вот сейчас она в полуфинале. И какой шанс есть заявить о себе в полный голос. И датские болельщики, которых очень много здесь. В Испании, обратите внимание, сколько красной формы на трибунах. Есть и синие островки, но их все-таки намного меньше. Итак, вот она, та самая Кристина Йоргенсен, что вышла на замену, тут же отличилась и вывела Данию вперед. Мяч, между прочим, забит в меньшинстве. Да, но и при этом датчанки отстояли, когда были в меньшинстве предыдущую атаку. И здесь они перехватывают у француженок мяч. И это уже две атаки в меньшинстве, которые им удалось отстоять. Пока француженки, такое ощущение, что только присматриваются к датчанкам. Часто к датчанкам, часто все-таки они привыкли доминировать именно в защите. Ну, а здесь, когда против них тоже стоит стена, пока сложновато. Француженкам 2-1. Дания ведет и восьмая минута игры. Луиза Бургор, Кристина Йоргенса. Идет снова в обыгрыше, в нее вцепляется буквально в плечо Беатриса Движ. Ростовская связка в центре французской обороны и великолепная работа в воротах Лоры Глозе. Фантастический по уровню, по среднему и по топовости своему уровень вратарей сборной Франции. Лора Глозе начинает. Ну и когда нужно, Клеопатра Дорле обязательно подхватит. К Клеопатру мы видели эту очаровательную стражницу ворот уже на скамейке. Как она болеет. Я уверен, увидим ее еще в воротах. Я, кстати, арбитров так и не представил. Сказал, что испанцы. Но это пара, которая работала уже неоднократно на турнире. Хавьер Альварес и Ион Бустаманте. Играя с командой Швеции, я, кстати, еще хотела тоже тонкий такой момент сказать. Ольге Крумгольц составил несколько игроков. Основных своих игроков отдыхать последние 10 минут в этой игре. Последние 10-15 минут. Таким образом сохранив их силы. Посмотрим, будет ли какой-то спурт у сборной Франции в тайме втором. Сможет ли этот фактор сыграть в сегодняшней встрече. То, что игроки получили не максимальную нагрузку. Ну, а пока датчанки забивают еще один мяч. И вот эта позиция флангов у Дании работает очень хорошо. Больше они забивают, чем игроки задней линии. Хорошими мячами обменялись Франция и Дания. Луиза Бургор получила непростую передачу, но справилась с ней и расстреляла с близкого расстояния Лору Глозе. Полета Фопа. Эстель Нзаменко. Смотрите, какой эпизод один в один. В чем была ошибка сейчас Нзаменко? Пробежка? Или в игрока? Ну, там, да, не совсем четкие движения. И последним уже своим движением она попадает в игрока. Ну, а датчанки включают и игру с задней линии. Хороший бросок дальний. И пока разнообразно действует. Хотя говорили о том, что разнообразие все-таки это сильная сторона сборной Франции. Лина Хаукстед. Мы видели ее пока активность в обороне. А вот теперь отличилась и броском с дальней дистанции. Действительно, вариативность, наверное, это то, чем Дания может раздербанить оборону сборной Франции. Нзаменко. За Ади и Осеан Серсиен Угален. Вышла эта леворукая правая полусредняя. И посмотрите, против нее сразу есть определенные наметки. Там задумалась Полета Фопа. Запрыгнула буквально обеими ногами в чужую зону. И даже если бы передача прошла, мяч был бы отобран. Лины Хаукстед. Обратная передача. Энмете Хансен. Можно играть. Что-то непонятное задумала Энмете. И что это было? Ну, да. Там не хватило ей прыжка. Но я хотела вернуться как раз-таки к защите Дании. Там не дали они позицию занять. Славится Франция. И игрой своих линейных. И за счет защиты пока убегайте в быстро отрыв. Получается у датчанок. 5-2. Ну, достаточно неожиданное начало, во всяком случае, для меня. Виделось, что Франция, во всяком случае, не будет столь малорезультативна к этой минуте. Ну, а пока всего два забитых мяча. И это удивление. Не знаю, будет ли Крумбольц брать тайм-аут. Может быть, спокойно на это посмотрят. 10 минут игры уже прошло. Ну, не такие еще игры, конечно, переламывали француженки. 10 минут действительно позади. И датчанки, ясно, что не они фавориты этого полуфинала. Но, тем не менее, три мяча преимущество имеют. Алисон Пино. Полета Фопа. И пошел мяч гулять, как умеют француженки. Грасс за Ади. И что, это грубый фолл? Или там больше подрисовало Грасс? Ну, судя по спокойной реакции всех, в том числе и судей, все в порядке. Играем дальше. Хорошо. Датчанки играют. Не дают они занять место полете Фопа. Ну, собственно, дальше доигрывают француженки. В центре пока та визитная карточка Франции, которую они так успешно разыгрывают. Не на первом уже крупном турнире, а пока не сработало. Ну, и ошибаются датчанки. Первый раз. Без нападения. Это Луиза Бургор. За ней водится вот так немножко заигрываться, передерживать мяч. Но это, конечно, очень-очень командный игрок. Никогда она не будет действовать во вред команде. Здесь она просто увидела, как ей казалось, зону, которая очень грамотно ей перекрыла Грасс за Ади. Грасс за Ади, Алисон Пино и та самая девушка по имени Океан. Не перестаем мы, конечно, восторгаться фантазией ее родителей. А это Грасс во всей своей красоте грация броска Грасс за Ади. Вы видели? Такой хлест, что никто ничего не понял. А мяч уже в воротах. И вот ответ Лины Хаукстед. Точный бросок номер два. 6-4. Датчанки принимают этот бой. Бой в обмене быстрыми атаками. То, в чем, в общем-то, Франция не сильна, если так говорить, по дистанции матча. Франция – это все-таки тактика и планомерное укатывание в тарафлекс соперника. Да, ну и бросок был хорошим. Там, несмотря на то, что Идвиж выдвигалась, пытаясь достать руку, не смогла она этого сделать, потому что в высоком прыжке обвела еще и Идвиж. В этом броске... Лины Хаук. Да, да, да. Полета Фопа. Она пока только девятиметровой разыгрывает. Ничего ей не дают сделать Хайндели Хаукстед. Такой дуэт двух Ха в центре обороны сборной Дании. Бургор тоже здорово играет. И какой блок против Заоди. Все тот же центр. Центральный блок обороны сборной Дании. Трины Остергорь-Енсен показывает, что оказалось некоторое количество мастики на Тарафлексе после ее падения, потому что там немножко вывернулся голеностоп. И, соответственно, прилепленная липучка на краю униформы. Да, вот она немедленно оказалась на полу. Рикки Версон. Новая линейная в атаке у сборной Дании. Ну и вот такая утонченная, красивая, длинноногая. Мие Энгроф Хэлун в центре датской атаки. Пока та игра, к которой привыкла Франция, не дается ей. Датчанки очень хорошо разобрали этот момент. Ну и вообще Еспер Йенсен, конечно, показал работу со сборной Дании, ставя именно ее от обороны. Француженкам пока максимально некомфортно. И в центре не могут они найти ни Эдвиш, ни Фопа. Очередной перехват для датчанок. И забивают они еще один мяч в быстром отрыве. Уже второй. Француженки пока показателями и разнообразностью в таком же плане не отличаются. Перехватила мяч Энмета Хансен, капитан датской сборной. Ну а забивала левая крайня Лерке Нольса Педерса. Ну что, месье Оливье, пора бы, наверное, уже нашинковать свой салат. Что-то придумать в этом матче. Минус три. Что дальше делать? Показали нам, кстати, быстрые отрывы. 3-0 мне показалось или 3-1? 3-0, по-моему. 3-1, по-моему, был. Быстрый отрыв у француженок. Но я хотела сказать, что да, действительно присматривается. И Оливье Крумбольц тоже к команде. Я думаю, может быть, уже скоро, да, последует тайм-аут. Пока. Пока его нет и пока ошибается. Очередной раз Фопа в центре. Это первая передача, которая до нее дошла. И обработать мяч, во всяком случае, забить она не смогла. И снова Хейлунд, снова Кристина Йоргенсон. И не меняется Луис Бургор. Играют беззамен правое полусреднее и в атаке, и в обороне. Хейлунд. Энн Мэтта Хансен. Это она, да, не Кристина Йоргенсон, а капитан датской сборной, конечно же. Немного поиграла Кристина Йоргенсон. Буквально несколько атак. И ушла обратно на лавку. Ее куда более опытная Хансен сменила. В линии, напомню, вышла вместо Хайнда Рикки Иверсон. Это прорыв Хейлунд. Не дает арбитры 7 метров. Беатриса Движ и Полета Фопа. Теперь такой центр обороны у францужных. И вышла, кстати говоря, обратите внимание, под 21 номером Орлан Канор. Пенальти. Пенальти Орлан Канор, ну, справилась, скажем так, в кавычках справилась с соперницей. Рикки Иверсон, смотрите, как она выиграла позицию, вытянула руку, получила мяч. Ну, Орлан Канор просто нагрубила. Ну, и пока то, что мы привыкли, да, видеть и получается у сборной Франции, пока все это на счету датчанок. Очередной 7-метровый штрафной. Забивают и делают это причем спокойно. Я думаю, себя сейчас менее уверенно чувствуют француженки, чем датчанки. Хотя, как Артем, ты и сказал, фавориты в этой встрече были в сборной Франции. Были. Сейчас какой-то немножко неправильный счет. Не в их пользу. 16 минут. Сыграно и двукратное преимущество в счете. 8-4 у сборной Дании. В пенальти реализовалась Симона Петерсон. А это Мелинно Канди. Наследница, да, Грасс Зади. И вот между ними особая спиритическая связь. Все это мы знаем. Братья, сестры и прочее, прочее. Но, пожалуй, это была сейчас самая правильная замена. Мелинно Канди. Действительно, более скоростной игрок. И она может немного привнести скорости в атаку сборной Франции. Их им не хватает. Если говорить об этих сбросах в центральную зону на линейного, датчанки за счет того, что более быстро играют в нападении, их как раз таки получают. Француженки играют медленно, а пока до фопа доиграть свои атаки не могут. Бургор. Она поиграет. Она приглашает помочь Эрике Иверсона. Отдает центр. И шикарно реагирует Лора Гловзена. А на самом деле сложный бросок в исполнении Мии Энгра Пхерлун. Маканди. Свисток, но лишь под 9 метров. Довольны датчанки. Увидите, как они реагируют. Я думаю, что доволен и Еспер Йенсен. Коль это фопа. Поторопилась разыграть 9 метров. Устану Стерсиену Галям. Пока совсем незаметно эта левша. Почему-то никак ее не подключают к развитию событий. По крайней мере, с точки зрения бросков. И вот ее потеря. И бегут датчанки. Попробуй их останови. Только забить нужно. И не делает этого Леркин Эльси Педерсон. Францужники отвечают тоже таким командным накатом. Замена произошла на правом краю. Вместо Люси Тублан вышла Люси Граунье. И вот Оливье. Месье Оливье Грюнбольц. Себастьян Горделу. Его помощник. И вот эти почесушки. Оливье Грюнбольц. А это показатель того, что он нервничает. Оливье Грюнбольц. Оливье Грюнбольц. Оливье Грюнбольц. Оливье Грюнбольц. скандинавских страстей и попасть в ворота. Ничего не напоминает Надежда Санитина? А мне напоминает. Я сейчас не буду, это больно будет болельщикам сборной России. Тогда я. Мне кажется, если сборная Дании пока тоже не рассчитывала на такое начало игры, а сейчас вернулась кстати в ворота Алтея Рейнхарт, если Дания не рассчитывала на такое начало игры, то, во всяком случае, может их немножко смутить такое бодрое начало, и бывает такое в женском гонболе, эмоции, о которых ты все говоришь. Лишние, они совсем не лишние. Ну а как? Либо лишние, либо наоборот полезные. Немножко смущает команду, но и сборной Дании хочется пожелать, чтобы они продолжили контролировать игру, и их это, во всяком случае, не смутило. Смотрите, ротация постоянная у Еспера и Йенсена, но он этим занимается и на уровне клубной работы, и в сборной команде. А что мы видим сейчас? Мы видим две линейные. Посмотрите, после тайм-аута. Рикки Иверсон и Катрин Хайндаль. И, соответственно, только два игрока задней линии. Кристина Кристина Йоргенсен и 31-й номер, это Симона Петерсон. И, пожалуйста, это работает. Две линии, и одна из них атакует. Это Катрин Хайндаль. 9-5. Классно играет датчанки. Удовольствие смотреть. Очень разнообразно. И вот эти перестановки тактически, похоже, заставляют... Просто растерянно воздух вылавливать руками францужин. Очень важная сейчас действительно работа именно Еспера и Йенсена. Если мы говорим о том, что команда может растеряться, то вот грамотно вести ее и показывать, какими способами все-таки забить они мячи могут. Это, конечно, все ложится на плечи тренера. Чем спокойнее и грамотнее разложит он игру своей команды, тем легче она с этим справится. Но Алтея Рейнхард не смутила ее. Это повреждение, которое она получила, вернулась в игру и совсем не потеряла в своих показателях. Два сейва подряд уже на ее счету. После выхода Сандра Тофт поддерживает свою подругу. Очень крутая, конечно, Сандра Тофт. Ну и молодец Рейнхард. Но здесь вот задумалась на долю секунды Симона Петерсон. Там действительно была возможность отдать, если бы чуть раньше, на Рики Иверсон. Но вот этих мгновений хватило Мелин Наканди, чтобы мяч перехватить. Мелин Наканди, да, но очень быстрый игрок, очень быстрые руки. Остается она на левом полусреднем. Мелин Наканди. Но Канди. Я так и с краю. Да, позабыли датчанки, что там в уголочке прячется Клоэ Валентини. Да, хорошо. Причем левой рукой, по-моему, да, Мелин Наканди отдала на край. Сложная передача и здорово вот так вот по бедру Альтея Рейнхард выбросила левое крайнее. Мелин Наканди Да, у французов мы слышали только то самое единственное Али-Али. Ну и все вот я пытаюсь расслышать на турнире Ферме-Бутик Ферме. Они, похоже, да, лавочку закрывать не собираются. Собственно, сейчас им наоборот. Открытыми быть всем ветрам нужно. Потому что забивать нужно, обострять игру, раскрывать ее. По-прежнему выступает французская сборная. Какой классный обыгрыш! Феноменально играет Кристина Йоргенсен. Удивилась. Или нет? Нельзя комментировать глазами. Пожалуйста, Надежда Константиновна. Пожалуйста. Артем Александрович, я не удивилась. Мне кажется, датчанки могут удивиться, насколько легко дают им забитые мячи против защиты Франции. И я думаю, вот эти паузы, если вспомним предыдущую атаку, в которой датчанка не пошла в центр, мне кажется, они пока хорошо себя чувствуют, но не могут понять, насколько все-таки это дальше будет легко даваться. Поэтому у меня были такие глаза. конечно, датчанки сами немножко удивлены. Франция пытается немножко ускорить свою игру в нападении, но датчанки достаточно плотно вяжут игроков, и даже эти развитые скорости Франции пока не дают спокойно забить. но здесь, да, чисто ошибается в центре датчанка в защите, но это все та же самая но конди, замена которой была точной и верной, на наш взгляд. Мим ворот, выше ворот сильно улетает этот мяч, но датчанки возвращаются очень быстро и перехватывают мяч. Француженкам видели мы статистику, да, удался пока только один быстрый отрыв. У датчанок на правом полусреднем вышла Метта Транборг, именно она и, собственно, смазала сейчас бросок. Самая высокая гонболистка в датском составе, одна из самых высоких вообще на турнире за метр девяносто. Ее рост восемнадцатый номер, пожалуйста. Добрый вечер. Кюлум, Транборг, и она, посмотрите, несмотря на свои габариты, идет в эти интересные обыгрыши. Да, француженки страдают. Это прямо на лицах написано. Да, но при этом вернемся мы к тому моменту, что Оливье Крумволь стал все-таки гонболистам отдохнуть. Достаточно должны быть свежи француженки, учитывая этот фактор, но пока кажется, что в подвижности они проигрывают и в защите, и в нападении. Да, и пока, во всяком случае, это более чем очевидно. Орлан Канор и Люси Гранье с каким-то таким теннисным выкриком из последних сил как будто бы и забило. Там она шла, да, если вдруг бросок не залетит, показывает, что было нарушение, да, хотя там все чисто было сыграно, но и сам бросок был достаточно опасен снова для Алтеи Рейнхарт. Около лица он там пролетел. Семь с половиной минут играть до перерыва. Хорошо, хорошо гоняют мяч датчанки. Расставляются заново Мия Энгроб Хэлун. И вот, ух, какой хлест. Просто Миккель Хансен в женском обличии. Кстати, номер-то, по-моему, Хансен 23-й. Да, так и есть. Так и есть. Мне кажется, это не случайно. Посмотрите, что она делает. Мы обязательно, да, поищем эти истории на датских формах. Ну, а пока, помимо мощного броска, еще и мощный уход в центре получился. И снова развалилась оборона Франции не где-нибудь, а в центре, где стоят одни из самых сильных защитников этого чемпионата. Беатрис Эдвиш там добегала, но все-таки в центре немалое количество мячей датчанки уже в первом тайме для себя добыли. Зименко. Серсиен Оголен штанга. Может быть, даже с касанием Рейнхард. И набегает. Какую скорость ты развел? Вот это вообще без стеснений все спокойно исполняют датчанки. Мы не видели вообще. Мы видели, но я, честно, от себя скажу, на турнире от датчанок, да, никто не ожидал, что они в первом тайме такую мощь и прыть покажут. Ну, и вратарская позиция, обращу на это внимание, вот и Рейнхард, действительно, Артем, ты сомневался, было ли там касание, но она этот мяч тоже зацепила. Тот, который был в предыдущей атаке, я о нем. Да. Три мяча снова преимущество датской команды, а здесь будет удаление. Метте Трамбор уже проиграла она ногами соперницы и сыграла вот таким образом, потянув просто за майку Эстелин Заменко. Лишняя, да, лишняя ошибка в защите. И оказывает помощь Мелину Канди снова без нее, без человека, который наладил более-менее атаку. Сейчас вернулась гроза и, соответственно, на площадку потеря. Незаменко очень здорово все задумала, она сразу меняла траекторию, чтобы отвлечь как раз-таки вот этого углового игрока и читалась, да, от нее эту передачу, но как четко, датчанки просто видят все, что будет происходить со сборной Франции, ну и, наверное, здесь уже можно Еспруйенсену сказать комплименты, команду подготовил он в этом компоненте очень хорошо, понимают датчанки, где Франция хочет атаковать и заблаговременно располагаются, уже несколько было возможностей у них мяч отбирать, было там и в игрока сыграно и вот эти перехватки как раз-таки говорят о том, что готовы они против сборной Франции играть очень уверенно. Да, здесь церковь действенной Клора Флип, в обороне один в один против Хойлунг, Кристина Йоргенсон, обратный пас в центр и цепкие руки Полетте Фопа делают свое дело и Стель Нзе Минко, 9-11, пять минут играть до перерыва. Да, ни на секунду, ни на мгновение француженки не избавили темпа в этом совместном переходе на троих, ну и забивает Стельн Зеленко. Да, сейчас сборную Дани немножко подводит вот это невынужденное абсолютно удаление на две минуты ввели они большее количество мячей. Там не успела, да, обработать, не успела мячом завладеть линейная Дания и он предательски так выскакивал у нее из рук, но обратите внимание Алтея Рейнхарт. Я только хотел сказать о том, что француженки сегодня ей забили только с линии с быстрых отрывов и вот этих близких позиций с крайних игроков издалека броски не получались и Рейнхарт чистый мяч снимает снова. Да, очень красочное, конечно, было спасение. Меньше четырех минут играть до перерыва Кюэлун, Бургорн и по сфлинию здесь Рики Иверсон и как технично действует она такую паузу показывает и выпускает мяч чуть повыше, наверное, чем над головой вратаря. Ну и здорово развернулось. Если говорить о сборной Франции, здесь и подстраховки не было, что тоже для меня, если честно, удивительно. Француженки там успевали по двое, по трое игроков смещать. Если мы говорим, что мы сейчас видим одну из лучших игр в исполнении Дании, это если говорить о нападении, то, наверное, это одна из не самых ярких игр, которые Франция показывает в защите. Да, Лора Флип, наверное, можно сказать, что искала там нарушения от соперницы. Француженки вновь с мячом. Грасс за один. Лора Флип. И как, смотрите, Трины Остергор вцепилась в свою визави. Ну и Сандра Тофт, лидер скамейки, конечно, она сегодня выходила только в эпизодической роли. Но Алтея Рейнхард играет просто прекрасно. Вот такой бросок техничный, но куда важнее было Францей попасть, нежели эстетикой заниматься. И он еще додел в рекламный щит. Да, не, сейчас важно, да, не растерять вот это спокойствие свое, остается мяч у сборной Дании. Ну и здесь, конечно, неподготовленные атаки могут смазать впечатление им самим от первого тайма. Хотелось бы, чтобы они этого не допустили. 28 минут почти прошло. 12-9 счет. Широко начинают свою атаку датчанки, но вот и француженки чуть повыше играют. Очередной обыгрыш у них получается. И на подборе снова линейный. Там была, да, миша не выкатывается. Два броска подряд. Это, конечно, отскочили француженки. Сейчас бы уже минус 4 было бы для них. Но не забивает сначала после шикарной вертушки Ми Энгроб Хэлунд. Ну а затем Рикки Иверсон. Наверное, примечательно здесь, да, в этой атаке не то, что не забиты мячи. Да, это бывает гонболе, но насколько свободно в принципе датчанкам удается пройти индивидуально оборону сборной Франции. И это уже как тенденция первого тайма. Лорфлип здесь, да, индивидуально проходит. Да, и рубит ее буквально с двух сторон датчанки. Ну а нам повторяют вот этот шикарный момент. Обыгрыш Хэлунд, подбор Рикки Иверсон. Ну и как она не забила, совершенно непонятно. Угодила в штангу. Ну а Алисон Пино, конечно, такие вещи не прощает. Последняя минута первого тайма идет. Пино забивает идеальный пенальти. Никакой реакции не хватит Рейнхард. Но она, собственно, и не ждала, что первым же показом выбросит Пино. Ну что, возможно, последняя датская атака. И датчанки, конечно, не торопятся. Они хотят приблизить сирене на перерыв свой последний бросок. Свисток еще один. Уже только 10 секунд остается играть. Достаточно грубое нарушение. И, на мой взгляд, совершенно верно указывают арбитры на 7 метров. И понятно, что наш друг Оливье немного негодует. Ну что, завершается первая половина этого полуфинального матча на чемпионате мира 7-метровым броском в исполнении жгучей блондинки 31-го номера Симона Катрин Петерсон. Ну и как же? Как же можно опять же так не забить пенальти? Ликует Лора Глозе. Смотрите, она загипнотизировала просто и выиграла этот дуэль. Какая реакция и какая страсть! Чемпионат мира, если вы забыли, еще не закончился с отъездом домой сборной России. Медальные разборки. Только начинаются первый полуфинальный матч Франция-Дания. Надежда Муравьева по-прежнему обволакивает вас своим чарующим предновогодним голосом. Возвращайтесь всенепременно. Французских клубов. Так что они, конечно, титулованные, именитые, все как мы любим, не только олимпийские чемпионки, но и чемпионки мира и Европы. А против них молодая и дерзкая сборная Дании, которая пока преподносит сюрприз. Ребекка-Альтеа Рейнхард, одна из главных творительниц этой пока промежуточные сенсации. Давайте посмотрим, что преподнесет нам тайм второй. Калтеа Рейнхард действительно провела хорошо первый тайм и, наверное, это действительно интрига второго, насколько Оливье Крумбольт сможет вынести перелом, ну, во всяком случае, самое главное в игру своей команды. Француженки пока той искрометности, которой они прошлись по турниру, играя с другими командами, не демонстрирует, не сказать, что нет настроя, такого просто не может быть в одной второй финала, но датчанки показали более добротную защиту и более скоростное нападение. Сейчас в втором тайме игру начнут француженки и, наверное, с первой атаки самое интересное и начнется. В этом мы вообще не сомневаемся. Полуфинал, первый полуфинал чемпионата мира, сегодня полуфинальный день. Здесь на турнире сначала Даня с Францией, ну а поздним заходом в 22.30 по московскому времени хозяйки чемпионата мира испанки против обидчат сборной России. Гонболисток сборной Норвегии обязательно смотрите, а пока мы будем присматриваться, как собирается переламывать эту игру матерая французская сборная. Пока мы видим, что Палета Фапа непривычно начинает не в центре, не там она стационарно начала, начинает из-под второго выбегать и посмотрим, поменяет ли Оливье Крумбольца более значимо свою линию атаки. Француженки широко. Лора Флип на правом полусреднем, она большую часть турнира выходила на краю, там жестко играют в защите датчанки, пока с концентрацией у них все нормально, но быстро начиная свою атаку добиваются француженки того, что 7 метров зарабатывают на первых минутах. La capitaine de la République française Coralie La Source заработал этот 7-метровый бросок и Alison Pinot ну просто киллер на 7 метрах. Пока из 2-2 реализовала Alison Pinot, ну и насколько да, она конечно может в разном темпе исполнить 7 метров, я думаю здесь конечно для Алтей Рейнхарт из сегодняшней игры это самая сложная задача, в остальном она с тем, что отведено ей в игре справляется, но Alison Pinot конечно каждый мяч, который забивала на заглядение. Ну и показали нам статистику 7 метровых за весь турнир из 17 и 13. В общем не какие-то умопомрачительные цифры, но главное, что промахнулась она тогда, когда можно было себе это позволить. А вот когда надо было забить, Alison Pinot ничтоже сумняшись. Алисон Pinot при этом не играет сегодня в нападении, выходила она только на пробитие 7 метровых штрафных бросков, ну а датчанки отвечают симметрично, очень быстро уходя от лоры флип, зарабатывают 7 метров, ну а мы помним, да, тут отбитый 7 метровый. На последних секундах первого тайма, ну и здесь конечно даже два замаху успела сделать Ханссон и забивает. Ну да, тут никакие уже перебросы не сработают, никакие обманки тут нужно, что называется, прошивать. И это делает капитан датской сборной Лора Флип. Алисия Тублан вернулась она вместо Гранье на правый край, королель Асурс на противоположном краю, но и Лора Флип в игре сзади Орлан Канор, такая задняя линия французской команды. Сборная Франции освободила действительно центр, уводя своего линейного ближе ко второму и там начали входы проходить с левого края, во всяком случае попробовала сборная Франции это сделать, этот мяч был смахнут датчанками в защите и включается в игру Анна Хансен, в первом тайме не так заметна она была, но пока две атаки, забиты 7 метров и гол в ее исполнении. Француженки присматриваются, подходит ближе, а по-прежнему три мяча проигрывают, так, на всякий случай. Время-то идет, естественно, волей-неволей начнут они дергаться, нервничать, им нужно налаживать игру, ускорять, наверное, удивлять чем-то эту подвижную датскую оборону и цепкую при этом, посмотрите, как страхует сейчас Луиза Бургор, Катрин Хайндаль, та немедленно благодарит свою партнершу, Хайндаль объявила о том, что в ЦСКА не остается более двух сезонов, этот доиграет и поедет домой, но этот турнир, этот турнир за сборную Дании проводит очень классно представительница ЦСКА, но что творит Лина Хаукстед, вот от нее уж точно, совершенно, французская оборона не ждала, не ждала таких проходов и бросков, три мяча уже Лина Хаукстед, вообще говоря, оборонительный специалист прежде всего, забивает, посмотрите, ушла в сторону от Беатрисы Движ, вообще не заметит. Мне очень нравится, как Даня играет, уводят они из центра игроков защиты сборной Франции, но если возвращаться к первому тайму, там было много забитых мячей по центру, и собственно в том же стиле продолжают датчанки, еще один мяч забитый по центру, Артем, обратите внимание, француженки как будто потеряли вот это движение в атаке, сейчас переглядывались там Канор вместе с Грасс за один, но вот длинная передача, но это, конечно, реализация какая-то феноменальная, в ближний угол так выкрутить мяч это, конечно, очень сложно, а справляется Алисия Тублан, Тублан с этой попыткой. А мне понравились празднования на трибуне, там вот эти прыжки, чуть-чуть вверх, но не важно. Пять минут сыграно после перерыва, два мяча по-прежнему, два-три мяча ведет сборная Дании и Мей Хелланд так вот, немножко сверкнула, взглядом, хвостом вильнула и пошла гонять атаку своей команды. Хайндаль, Бургор, отличная передача и только ценой нарушения правил Орлан Канор, ну, в общем, избавила команду от пропущенного мяча. Оливия Крумбольс там готовит какие-то замены, но я еще раз обращу внимание, насколько широко играют датчанки и там даже теряются, если уж такие опытные защитники, как Беатрис Эдвиш. Она сейчас вышла 5-1, осталась совсем не удел, не увидела, что сзади за ней Катрин Хайндаль. И датчанки снова, широко разыграв, получает возможность забить 7 метров и делает это Анна Хансен. Да, она забила свой второй пенальти. Очень хороший бросок вот прямо над бедром вратаря вот как бы не реагировала, как бы не поднимала свой рычаг. Вратарь отбить, по-моему, крайне сложно. Эстель Заминко. Она играет в центре, меняясь постоянно сграс за Ади, поле это фопа. Вот человек отсутствует сегодня в игре, да? Вообще не видим мы ее. Ни в каких проявлениях. Ну да, при этом игра так спокойно проходит, как будто затишье перед бурей. Хотелось бы его, конечно, увидеть, но непонятно, кто больше его готов проявить. Француженки пока в свой темп совсем не попадают. Но понимает Эспир Йенсен, что французская опытнейшая команда включиться может в любой момент. Лора Флип и королель Асурс. Какая молодец Рейнхард. А, посмотрите. Вот так себя спокойно кулачок скамейки показала. Артем, мне тоже кажется, по эмоциям, знаешь, датчанки, да, контролируют ход матча, но настолько они это спокойно делают, как будто француженки попались немножко на их темп. это не свойственная игра для них, и знаешь, это одна из задач в игровых видах спорта навязать темп, который комфортный одной из команд, но второй, соответственно, его сломать. Пока у Франции этого не получается, и датчанки на протяжении уже 37 минут игру контролируют, спокойно доигрывают стяжку, но включается вратарь. Да, это та самая Клео Дорлео, она вот так, между прочим, разгоняется, иной раз бежит и гол забивает, так что умеет. Этот кадр, да, мне кажется, облетел все соцсети, все видели, действительно, это великолепное исполнение, но при этом Дорлео говорила в своем интервью и знаем, и об этом начинала как игрок полевой, и поэтому, да, вот эти навыки остались красивые, действительно. Исполнила тот проход индивидуальный, снова убирают из центра Палета Фопа, она начинает такое высокое движение, сейчас Грасс за один, мячом перекинулась, но там в центре раз за разом француженки в центр идут, и датчанки там отобрали уже не один мяч у сборной Франции, снова высоко выходя, мячом завладели и переходят в атаку. Ошибается и Дания в своей атаке. И францужики опять как будто никуда не торопятся. Вот как-то странно, правда? Как будто выключили какой-то нужный рубильник у французской сборной. Но игра еще не закончилась, нельзя сказать... Она как будто еще не началась. Примерно схожая случилась со сборной Швеции, когда они играли против Франции как раз-таки. Как будто тоже вот эти эмоции, которые сборную Швеции отличают от других команд, как Артем выразил, здесь как будто отключили они их и не смогли на этом сыграть, пока Франция похожий сценарий исполняет и снова центр. Я удивлена, если честно, в центре снова спокойно проходит Хаукстед, забивает она там мяч. Оливье Крумбольц достаточно ранний тайм-аут, приходится ему брать, потому что после перерыва, который команды провели пока в игре его команды ничего не поменялось. Это снова Лина Хаукстед. Посмотрите, такая мощь, что она идет напролом через пино и в падении забивает. Минус 4 для францужин. Если это возможно, хорошо? Меме, ты иди на площадь Грасс. Меме, мы играем. Францужин. Меме, вы recipients задах offensive. Меме. В общем, мы играем нас в режиме, Да, датчанки просто молодцы. Сегодня можно целый ряд игроков отмечать, но в целом, наверное, о команде нужно говорить, потому что очень слаженно обороняются. Выключили ключевого французского игрока атаки линейную полету Фопа. Вот смотрите, поле Фопа там уже начинает провоцировать. То Хайндаль, то Хаукстед, ну и Фопа пошла гулять. Смотрите, оп, ходит и там проверяет на прочность торсы защитниц сборной Дании. Обратите внимание, как себя ведет линейная. 26-й номер. Не было забитого мяча. Да, играет Рейнхард просто блестяще. Альтея Ребекка Рейнхард на турнире. Она имеет просто потрясающий показатель надежности. Но она набрала его в матчах, конечно, с очень слабыми командами на первой и второй стадии групповых. Ну а здесь Эстельн Заменко шикарно бросает в сложную ситуацию. Не оставляет это ощущение затишья перед бурей. Франция, знаем, может играть более агрессивно. Но вот здесь снова спокойно выставляет заслон Катрин Хайндаль. Помогаем Хансен заработать 7 метров. Смотрим на заслон. Да, Хайндаль из-под него, из-под заслона уже вылезала поздно на Канди. И нарушение правил под 7 метров. Снова Энмета Хансен. И снова точно с отскоком от пола. В один и тот же угол Хансен справляет, забивает все 3 7-метровых штрафных броска. Уверена, во всяком случае, это делает. И по всему, что происходит на площадке, чувствуется, что сборная Дании очень уверена к этому матчу подошла. Но это, еще раз скажу, все-таки бывает часто является следствием разбора хорошего соперника. Все это демонстрируют нам датчанки сегодня уже на протяжении 40 минут игры. И снова перехват в центре. Чуть не случился. Заминко. Гранье. Ух, какой пас шикарный выдает Эстельн Заминко в линию. И, наконец-таки, впервые сегодня. Полета Фупа. Да, второй гол. Ну, пусть второй. Хорошо. Напоминает о себе эта молодая линейная. Меньше 20 минут играть. И вот, действительно, может быть, вот только сейчас игра разгорается по-настоящему. Ганбол он такой, да. Может, все теплится, теплится. А потом заискрит этот табон заиграет. Помимо прочего, что мы ждем, да, что действительно по-настоящему разбушуются страсти на площадке. Ольве Крумбольц перестраивает свою защиту. Выдвигает он переднего игрока. И там действительно сбоила оборона Франции именно в центральной зоне. Принимает решение Ольве Крумбольц поменять эту тенденцию. Выдвигается передний игрок. Ну, и вторые игроки тоже более активно действуют. Атрин Хайндаль. Высоко вышла. Бургор. И перехват. Эстель Заминко с полу-мяч поднимает. И смотрите, как датчанки здорово. Просто молниеносно вернулись в оборону. Но Канди снова линия играет. Можно играть. Это Ребекка Альте Рейнхард. Она меньше на турнире играла, чем Сандра Тофт. Но пока она настолько хороша, настолько в порядке, что, собственно, и поднимать поводов Сандру Тофт из запаса нет. Но пока три атаки, проведенные сборной Франции, в нападение были более быстрыми. Ну, и защита стала помобильнее. Но вот этот пас, да, который отметил Артем, действительно был хорош. Ну что, небольшая пауза. 9 метров разыграли датчанки. Какие они, конечно, сегодня дерзкие. Классно держат это расстояние от проверенных временем испытанием трофеями, в том числе француженок. Фейлон. И бросок мощнейший Хансон. Конечно, видела она его в сетке. Но ушел мяч в этом могучем прыжке выше ворот. Не рискуют француженки к своим быстрым атакам и более быстрой игре в защите. Добавляют они еще и такую достаточно высокую дисциплину. Там сейчас была возможность, вроде, отковать с левого края. Но торопиться не стали. Замены произвел Оливье Крумбольц. Маканди, Дземенко, Осеан, Серсиану Галяны. И бросок просто во вратаря. Она заколдовала их. Я про вратаря, естественно. Рыжеволосую Ребекку. Она же Альтея. Вот, пожалуйста. Я думаю, если мы с другой камерой бы увидели повтор. И вот он как раз-таки и появляется. Там дальний угол. Был закрыт Катрин Хейндаль. Хорошо там взаимодействует между собой вратарь и защитник. Ну и, собственно, Альтея Рейнхард забирает этот мяч. Сложно было там куда-то еще его перевести. Остается 5-1 играть команда. Нет, действует довольно прямолинейно в этой атаке Луиза Бургор и не забивает. Считает Надежда Муравьева, что судьи не увидели нарушение правил, но почему-то комментирует по-прежнему жестами за экраном. Я переживаю, честно. Мне кажется, мне атмосфера с площадки передалась, потому что вот такое загадочное вообще происходит сейчас на площадке. Я думаю, датчанки, хоть они и демонстрируют уверенность, самое главное, чтобы были на чеку, потому что развернулся игра. Может на 180 градусов, но если возвращаться к тому моменту, там подбирал действительно, заступая в зону. Значит, француженка, момент прошел. Ну и фопа. Она в центре сегодня играет во втором тайме меньше. Но это пока единственное из перестроений, что мы увидели от Оливье Крумбольца в нападении для его команды. Итак, новая французская атака. Вот какая-то как будто бы тягомотина французская. Но они еще попробуют наладить. То Сеан Сверсен поднимается. Заминко. Едва потери не случилось. Валентини Заминко помогает, налаживает. И снова у вратаря. Да. Она притягивает мячи сегодня к своим умелым вратарским ладоням. Вот так, спокойно. Где мяч? На груди у вратаря. Все спокойно. Снова защитники помогли Алтей и Рейнхардт совершить этот сейф. Не сказать, что там был бросок очень сильным. Сбили его мощь именно защитники. Ну и если говорить о том, что сборная Дании по всем показателям стала лучшей. Но учитывая пока эту игру в этом компоненте, справляются они с этим хорошо. И две минуты удаления в составе датской команды. Да, нахулиганила Кристина Йоргенсен. И отправится на две минуты. А, нет. Йоргенсен нарушила правила, а удалена будет Леркин-Эльси Педерсон. Да, именно она выбросила куда-то подальше мяч после нарушения. Время-то идет. Все те же минус три у Франции. Да, в первом тайме уже был момент. У датчанок с этим необязательным удалением, когда сборная Франции как раз-таки смогла за это время подкрасться чуть ближе. Ну и повторяется история, пока быстрый гол забивает француженки Милино Канди. Милино Канди, конечно, исполнила очень здорово. Ну, во-первых, прыжок такой тягучий, пластичный. Во-вторых, движение, как будто бы она в баскетбольное кольцо мяч вкладывала и перебросила вратаря. Договорились о чем-то Кристина Йоргенсен и Мия Хойлунд. Кристина Йоргенсен. И это какой шикарный и, главное, важнейший мяч от Мии Хойлунд. Она со всей скорости возвращается на скамейку, чтобы вышла Лина Хаукстед на замену. И здесь тоже мяч в воротах, что называется, с мясом и защитника, и вратаря. И, более того, еще две минуты удаления будет по итогам этой французской атаки. Трины Остергор-Йенсен. У нее, по-моему, второе удаление в сегодняшнем матче. Ну и понятен жест Еспера Йенсена, но он считает, что пол в атаке был со стороны соперников. Я, конечно, мечтаю, чтобы на каждого тренера, который на чемпионатах, на клубных, кто выступает, была такая, Артем, знаешь, такая подборка моментов, их эмоций, потому что, конечно, за этой картинкой всегда очень приятно наблюдать. Оливия Крунгольц и Еспер Йенсен настолько по-разному отреагировали на то, что происходит на площадке. Ну и вот, наверное, этот момент, которого мы так ждали. Не сказать, что он сейчас сильно радует сборной Дании. Совсем необязательные два удаления в их исполнении, конечно, заставляют теперь нервничать их. А вот это стабильный ход игры и контроль. Ее это то, что отличало датчанок. Все это время находят они момент для реализации. И в такой сложной для них ситуации заканчивается первое удаление для них. И только минуту остается еще сыграть. Ну что творит сегодня Алтея и Рейнхард? Мне кажется, не важно, как сегодня... Ну, как важно, понятное дело. Как бы не закончился сегодняшний матч, мне кажется, Рейнхард получит приз лучшего игрока. Она сегодня действительно заморозила ворота сборной Дании. А я скажу о другой датчанке. Михайлунд, которая шикарно вела игру команды в первом тайме, была таким медиатором, дирижером. А сейчас, вот в тот момент, когда стало что-то спотыкаться, ломаться в атаке у команды, она два мяча забила. Причем оба очень сложных. Первый такой силовой, а второй прям вот от души дальним броском. Грозаде пока немножечко против того, чтобы отпускать соперниц далеко. Да, но здесь, мне кажется, только меньшинство, в котором находятся датчанки, помешали им сместиться до Грозади. В остальном сборная Дании очень хорошо играла с подстраковкой. Все это время дождемся выхода еще одного игрока для датчанок. Пока добавляют они за счет вратаря одного игрока в атаку. И берет Есприн Йенсен очень четко. Он ведет сегодня игру. И берет своевременный тайм-аут. Продолжение следует... Вот как полетела у Мия Хейланд, как забили в ответ Валентини. И Грозаде, кстати, мяч аж в этой опорной штанге застрял. Между ней сеткой. 20-18. Вот он, настоящий гандол. Начинается 11 минут основного времени играть. И, посмотрите, активная французская защита Милино Канди. И тут же перехват Эстельн-Заминко. Ошиблись датчанки. И Гроз. Гроз нет. Гроз нет. Всего лишь 9 метров. Настолько здорово с ней отыграла Луиза Бургар. Посмотрите, какая силовая борьба. Ух, и обе шмякнулись. Опа, хорошо. Головами не ударились. Датчанки продолжают хорошо возвращаться. Нет у них каких-то пауз в игре. Под контролем ее держат. Ну и, наверное, это касается и в большей степени Еспары Йенсена. Говорили о тайм-ауте, который он своевременно взял. Ну и удаление у сборной Дании закончилось. Команды играют в равных составах. Там еще готовится выйти. Анна Хэнсон снова на площадку. Милина Канди, Гроза Ади и Устейн Заминко. Все креативные силы здесь, а пас проходит в линию. На эту не сломленную своими неудачами на протяжении большей части матча. Полета Фопа, это датский ответ. И где мяч? Мяч каким-то образом не просочился между Клеударлё и штангой в ворота. 33-й номер, это Эмма Фрис. Бросок какой заиграла Грасс. Ух, узнаем, узнаем настоящую олимпийскую чемпионку и лидера сборной Франции. Посмотрите, что она делает. Ну вот они пошли. Эти эмоции, о которых мы говорили, наверное, не очевидная. Вот это была атака в исполнении датчанок. Эмма Фрис довольно-таки быстро завершила ее. В остальном датчанки на протяжении остального времени более дисциплинированно свои атаки гоняли. Но эмоции никуда не спрячешь. Они сейчас как раз-таки, наверное, после этих двух атак француженок, вот как раз-таки набрали оборот. И теперь мы видим ту игру, которую мы, собственно, и ждали с первых секунд. Меньше 10 минут основного времени осталось играть. Ничья на табло. Три подряд мяча забивают француженки. И, казалось бы, вот это такое полусонное течение матча. Все это, конечно, была иллюзия. Потому что вот в нужный момент француженки, лебле, синие, зажглись, играют. И голеностоп сейчас Клео Дорле отражает мяч. Попадает в него Лерке Нельса в большей степени, нежели вратарь, реагирует сама. 20-20. Играть еще, на самом деле, очень много времени. И кажется, что француженки имеют теперь психологическое преимущество. Но датчанки, конечно, вот так разваливаться просто не имеют права. Не должны. Проиграют вот эту концовку, точно совершенно останутся без медалей. Будут деморализованы целиком и полностью. Пенальти, конечно. А Полетов-Опай еще недовольный, потому что считает, что без нарушения правил, то есть без того, что заступила, наступила внутрь зоны, она забила мяч. Как и было, на самом деле, конечно, в такой ситуации лучше, чтобы засчитали гол, потому что 7 метров это еще вторая попытка, которую нужно забить. И кто выходит. Делает замену Ескер Елсен. Он повернется и как прожжет. Вот это сейчас будет, кстати, дуэль взгляда. Посмотрите, вот этот. Вот этот немигающий взгляд Алисон Пино. И Сандра Тофт решает. В который раз Сандра Тофт, представительница, между прочим, французского Брест-Британия, она переигрывает Алисон Пино. Вот так, вот так, пожалуйста. Вот это моментище, конечно. Чемпионат мира, вот он. Да, эта замена была более чем, конечно, точечная и классная. Ее украсила своим сейвом Сандра Тофт. Француженки уже выдвигали в начале первого тайма игроков 5-1. Но сейчас заиграли подвижно сразу все гонбалистки. Три игрока выходят в защите активно. Но вот этот бросок прошивает эту активную защиту. Очень важный мяч. Забивают датчанки. А в ответ Сандра Тофт что делает? Два мяча парирует. Посмотрите на нее. Вот она, пушка страшная. Сандра Тофт, 32 года. Как молодых сейчас. Зачехлила сначала на Канде, а потом Валентини. И добрый вечер. Очень круто. Я хотел сказать, конечно, что действительно сюрприз Франция приготовила. Но и у датчанок были свои сюрпризы. Этот выход Сандры Тофт, я думаю, обескуражил француженок. Теперь уже вот вопрос вообще подвисает в воздухе. На чьей же стороне сейчас психологическое преимущество все-таки в этом матче. Француженки не перестают высоко защищаться. Там на грани потери. Обе передачи были от датчанок. Нужно им быть более аккуратными. Француженки, конечно, здесь будут цепляться высоко. Хюэллон. Так, свисточек. Аккуратно. Испанцы, конечно, делают вид, что они настолько спокойные арбитры. Кусает ногти буквально красотка Глозе. А ничем помочь не может. Вот в воротах, так еще другая краса всея Франции. Клео Дарлю. Бурго. Хайндаль. Искраю. Трины. Нет, не Трины, а все та же Клеопатра. Помните, как она решала в олимпийском финале. И вот она включается в концовке основного времени первого полуфинального матча. На кону место в главном поединке всех двух недель чемпионата мира. Пять с половиной минут играть. Минимальное преимущество сборной Дании. Клео Дарлю. 38 процентов отраженных бросков. Интересно, сколько было у Рейнхард. Ну уж и не будем говорить о том, что Сандра Тофт не дает пока себе забить после того, как вышло в ворота. Пока француженки своей активной защитой все-таки заставили датчанок атаковать в других мест. Центр прикрыли и свели все атаки на фланге своей команды. Не команда, а команды Дании. Но и те с флангов не справляются. Четыре мяча Дания не забила с флангов. И это пока становится, конечно, таким решающим фактором. Сравнивает Франция. Счет в матче 21-21. Ушла, заменилась Линна Хаукстед. Ну и, конечно же, Ме. Ингроб. Хэлун. Просто в ударе человек сегодня. Вот если выбирать лучшего игрока, то между Рейнхард и Хэлун. Да, и там еще включилась, конечно, вратарь сборной Франции в эту борьбу. Леопатра Дорлео как раз-таки на ее счету сейвы с краев. Ошиблась датская команда. Какой пас. Грасс за один. Разрезает всю площадку. И останавливается Франция. Меньше четырех минут. Тут уже каждая секунда будет на счету. Равное количество потерь. Посмотрите у команд. Равный счет на табло. Супер Сандра Тофт. Это ее ответ арбитрам. Она сейчас должна не на скамейку вот это показывать. Урахей. А арбитрам прислать. Там встретили в лицо. Я даже знаю, кто встретил. Кого встретил? Луизу Бургар. Сандра Тофт действительно восстанавливает справедливость. Там достаточно жесткий был момент. Датчанки из центра. Да. Их атаки. Раз за разом восстанавливаются. Важная атака. Катрин Хайндаль не дает себе сбоя в сегодняшней встрече. Хотя бывает статистика ее хромает. Но сегодня два из двух. Катрин Хайндаль забивает. И эти мячи все были как один. Очень важны. Классно позицию заняла. И очень здорово реализовала этот момент. Хотя здесь, конечно, Дорлео. Говорили мы о том, что этот отрезок проводит очень хорошо. Смотрите. Вот в самом низу кадра видно Еспера Йенсена. Несмотря на весь пожар, огонь, что творится на площадке. Он продолжает свои педагогические изыскания. Рассказывает что-то своим игрокам. А это в поле то ФОПА. Еще одна дерзкая и сверхуверенная. Вот они, да. Вот эти обгрызанные ногти. Лоры Глозе. Ну что, ровно две минуты играть до конца основного времени. И совершенно до сих пор не ясно, куда может качнуть. По тайм-ауту и у Крюмбольца, и у Йенсена остается. Ну, здесь, конечно, да. Здесь просто жирнова центра французской обороны. Казалось бы, такая тоненькая, хрупкая. Милин, но Кандино рубится в обороне тоже со всеми наравне. Девять метров. Девять метров. Там пыталась нарисовать Тублан. Вообще фолл в атаке. Хайндай. Хансен. Бургор. И подняты руки арбитров. Вот эта активность Эстель Нзаменкова очень мешает датчанкам. Посмотрите, как высоко 27-й номер команды Франции обороняется. И, понимая всю сложность ситуации, тайм-аут берет Еспер Йенсен. С этим, если бы в Ростове так раз сзади рассказывала бы в тайм-аутах, вот это была бы песня. Но в Ростове там, говорят, другие. А здесь, да, вот это сердце северных гор, обгрызанные ногти Глозе. Да, негодование Хансен. И думать надо, конечно же. Игра головой, а не руками, если кто забыл ганбол. Я готова повторить все, что делает там Лора Глозе на лавочке, потому что это просто что-то нереальное. В чем обыграл сейчас Оливей Крумбольц команду Дании? Он, конечно, совсем перекрыл им кислород, что говорится, в центре. И заставляет атаковать с флангов. Там спокойно разбирается с этими бросками Клеопатра Дорле. И это становится, конечно, таким очень важным фактором. В игре сборной Дании перебил Оливей Крумбольц. Этим выпадом 5-1 сборной Дании. Все, что так хорошо получалось. Сейчас то, как выигрывает концовку команда Франции, мне кажется, говорит за то, что кто бы не выиграл во втором полуфинальном матче, а он, обязательно смотрите, в 22.30 по московскому времени, будь то Испания или Норвегия, именно француженки, на мой взгляд, будут фаворитами финального матча. Ну а сейчас, когда 26 секунд остается до конца основного времени, все в руках у Оливье Крумбольца и его бригады. Оливье Крумбольц. Но это решение. Если билет на дочь, то я могу быть. Если мы играем на левье, то нужно идти от отрыва и отрыве до Оливье. Д'accord? Мы работаем за билеты, а ты начинаешь. Мы не можем, что мы можем сделать. Мы 5-1 сборной. Мы снижаем на флой, мы снижаем на флой, мы снижаем на флой. А вот это тоже неплохо, да? Сандра Тофт рассказывающая, что нужно делать игрокам ее команды, видимо, сейчас обороняясь. То есть для того, чтобы отобрать мяч и иметь шанс уйти в овертайм. Сандра Тофт. Огонь. Вратает, конечно, тот игрок, который видит все, можно сказать, со стороны. Они действительно часто читают игру. И может быть Сандра... Со спины. Со спины. Во всяком случае Сандра Тофт может понимать, откуда ей легче парировать бросок. Быстро начинает ее сборная Франции. И рискует Оливье Крумбольца на последних секундах, оставляя шанс датчанкам. Это не Крумбольца рискует. Это девчонки заигрались, французские. Они дарят шанс таким образом датчанкам. 7 секунд. 5. И бросок нужен. Один только бросок. Убивают Лины Хаукстед и только 9 метров. Только 9. Все. Пожалуй, что все. Но игра еще не закончена. 9-ти метровый, свободный. И только чудо, конечно же, в виде реализации. Кто будет бросать? Капитан Хансен или нет? Нет. Луиза Бургор будет бросать. А значит, она будет пробовать изобретать. Потому что невысокая она такая. Но очень пластичная. Хансен говорит. Категорически нет. Бросать буду я. Кто в финале чемпионата мира? Олимпийские чемпионки из Франции. Оливье Крымбольц опять всех переиграл. Да, смотрите в эти глаза. Скоро они наполнятся слезами. Неизбежно. Ну а вот они, посмотрите, поиграли немножко и пошли готовиться к финалу. Ну, наверное, тема обиднее Есперу и Йенсену. Выстроенный его план на игру работал без сбоев. Большую часть времени. Ну и, конечно, про наполненные слезами глаза сборной Дании. Можно будет понять их эмоции. Очень, конечно, обидно отдавать матч, в котором полностью все было под их контролем. Ну, наверное, это можно считать все-таки тренерской победой. Оливье Крымбольц переиграл. Есперу и Йенсену сегодня. Да, вот они все-таки закроют этот бутик. Ферме, бутик Ферме. На всякий случай это Беатрис Эдвиш. Центральный защитник не только сборной Дании.